С нами сегодня легендарная группа Funkin' Walk. Одни из основателей Биэма. С Крисом мы уже виделись не так давно в Москве. Этим составом ребята, они были уже девять лет здесь. Какие у вас чувства вызывают возвращение спустя девять лет в Москву? На самом деле. Девять лет, опять же сюда. Это супер эйре, опять же сюда. И в этом моменте спасибо Татьяне, которая это позволит, чтобы мы здесь быть. Мы рады вернуться сюда. И мы счастливы, что Татьяне сделала возможность нашего возвращения в Россию и в Москву. Я знаю, что группа испытывала нелегкий период. Какие чувства вы испытываете сейчас, вернувшись в строй снова? Мы очень расслаблены, потому что мы все очень хорошо понимаем. Мы хотели бы поговорить о прошлом. У нас есть право, да? Да. Посмотрим в будущем, а не в прошлом. Мы очень счастливы вернуться в строй. И мы не хотели бы говорить о прошлом. Мы просто счастливы, что мы находимся здесь и сейчас. Ваша группа ориентирована только на военную тематику. Эй! Оооо! Оооо! Эй! Я не был. Я боюсь, что это было. Что случилось? Он надпелит мне. Фруктов. В чем-то заключается основной посыл, который вы несете, что вы чувствуете своим слушателям и фанатам. «Нах vorne schauen», «Bleib stark», «Power», «Kämpfer sein». «Да, genau». «Не zurückblicken, nach vorne schauen». «Immer kämpfen, es geht immer weiter, immer vorwärts blicken, immer…» «Власть. Жизнь означает борьбу, чтобы жить надо всегда бороться, и не смотреть в прошлое, смотреть только в будущее». «Какие вы чувствуете, когда стоите на сцене перед публикой?» «Новольно…» «О то на сцене перед первым, у нас есть английский разговор», «Да нет». «Он на сцене перед публикой?» «Он неизвестно!» «Он неизвестно, не что, если нет». «В том числе». Мне кажется, это мощность музыки. Эта мощность, которую они имеют, это впечатляет в целом Банде. И это дает удачное мощное чувство. Я думаю, что Ренни очень мало. В некоторых textах они впечатляют, они впечатляют себя в старом жизни. В первую очередь это ощущение силы, власти и, да, де махт. И Рене испытывает воспоминания о своем другом, поскольку он тоже служил в армии, и когда они играют в школы, то эти воспоминания в другом. Ага. 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 Какие группы или творчество повлияло на Фрэнкер Вогт? Что стало вдохновением? Я думаю, что это у нас все очень разнообразно. Первая сталь, которую я купил, была Гэри Нюмэн. Я люблю Гэри Нюмэн, Дэвид Боуи, но я был большой, с AC DC, с KISS, с Heavy Metal. Я люблю Skinny Puppy, я люблю Ни-Ни-Ни-Ни-Ни-Ни-Ни, мы вообще музык-жунки. Я могу сказать, что из тех, кто меня в 80-х годах в том, что я уже был в 80-х годах, и так далее. И так далее. Ага. 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 Варить функи. Функафуков, она как-то обновляется. Функафуков, она как-то превышает. Функафуков, он как-то более-менее. Возможно, он знал, что он стал другим. Он работал дальше. Сейчас функафуков, он как функафуков. Он неизвестит. Да, он не сможет. Он не сможет, он делает свое собственное дело. Как в последнее время, функафуков уже имеют свой свой стиль. Они развивались, эволюционировали и теперь они делают свое дело, можно сказать. И они, если их что-то вдохновляет, то это музыка, фильмы, книги, но они другие группы. Теперь они делают что-то свое. Мы благодарны всем вашим фанатам. Именно из-за вас мы возвращаемся в Россию. И большое вам спасибо.